Все, я ушел. Сверши. Ну, если вы, как изменение, ваше количество. Большое количество. Не важно. Продолжение следует... 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 греческого формата, возможности нахождения компромисса, он заставлял инвесторов держать ухо в астро, поэтому периодически мы видели, как позитивные тенденции сменялись коррекционным движением, в принципе, легкая коррекция была в целом характерна для пара евро-доллара в итоге прошлой пятидневки. Британская валюта, в отличие от евро, не смогла удержаться в первые половины недели на положительной территории, конечно же не было хороших данных по ЗИУ, по сути, статистика вообще не свойственна для Британии, но самое важное и самое главное, причем фактором, который оказал, который послужил фактором снижения курса британца, это данные по инфляции, которые подтвердили замедление индекса потребительских цен, что в целом на текущий момент мы имеем по факту снижения инфляции. Если бы это было локальное снижение, может быть, мы на него и не обратили внимания. Однако в этот раз мы получили свидетельство того, что индекс потребительских цен оказался на минимальном уровне, как вы думаете, за сколько лет? За 55 лет. Разумеется, такой исторический контраст указал на реальные проблемы с инфляционной составляющей, поскольку мы констатируем, по сути, исторические минимумы, я думаю, что такой период позволяет вам сказать, что это исторические минимумы. Получается, что прежних оснований, которые появились напомню на прошлой неделе, как раз благодаря даже комментариям со стороны Банка Англии о том, что можно надеяться на повышение ставки раньше, эти комментарии несостоятельны, потому что эта позиция, подобная логика, она никак не сходится с текущей статистикой, которая больше указывает на реальное положение дел и больше указывает на наличие системных рисков и отсутствия оснований для досрочного повышения процентной ставки и досрочного ужесточения монетарной политики. Поскольку мы, еще раз повторюсь, увидели весьма кразноречивое свидетельство того, что иность потребительских цен снижается, очень благополучно вопросы и спекуляции на тему того, что фунт может оказаться в ближайшее время лидером роста на основании ожидания повышения процента ставки, ввиду отсутствия оснований для этого, эти спекуляции ушли на десятый план, потому что все прекрасно поняли, что все-таки на текущий момент одним из основополагающих драйверов движения британца будет общим трейс-крейсковым активам, которые на самом деле сейчас указывают на вероятность продолжения фундаментальных коррекционных движений. Поэтому если у нас евро кажется под прессом, я думаю, что фунт, несмотря даже на то, что протоколы Банка Англии указали на локальные вычаи ожидания, я думаю, что фунт может также оказаться в числе лидеров аутсайдеров торговых сессий. И если вы рассматриваете эту валюту с точки зрения возможности трейдинга, я советую вам 500 раз подумать, прежде чем занимать, скажем, средние долгосрочные сделки, направленные на покупку фунта против буквально всех конкурентов. Если вернуться непосредственно к реакции на отчет, то мы видели, как фунт оказался под прессом и спустился в район 1,53-50. В среду ситуация снова изменилась и британская валюта оказалась уже в локальных лидерах роста. Все члены комитета по монетарной политике посчитали снова вероятное повышение процентной ставки. Но опять же, учитывая то, что я сказал и учитывая то, что мы увидели по факту инфляции, я думаю, что это были лишь преждевременные ожидания. Видимо, тот, скажем, протокол, который мы имели возможность проанализировать, он не учитывал те данные по инфляции, которые поступили за сутки до этого. Поэтому, в принципе, даже несмотря на локальное восходящее движение и рост британской валюты, у нас в целом остается достаточно основополагающая серьезная картина, которая предопределяет коррекцию для британской валюты. Стоит отметить, что по итогам среды позиции фунта поддержали в основном хорошие данные по состоянию рынка труда, потому что мы увидели, как уровень заявлений безработных на трудоустройство сократился до, по сути, если не говорить конкретно про цифры, а просто приблизительные данные, практически на 40 тысяч человек. прогноз сокращения минус 25. Также достаточно позитивным оказался и общий показатель по безработице, поскольку мы констатировали о снижении этого показателя с 5,8% до 5,7%. Поэтому, получив фундаментальную поддержку со стороны рынка труда, фунт у нас смог прибавить около 80 пунктов, добравшись до уровня 1,54-30-4. Однако в целом, если даже посмотреть на поведение британца сейчас, вы увидите то, что мы понемногу возвращаемся все-таки к истокам коррекционного движения, которое может продлиться дальше и на фоне содержания экономического календаря этой недели, рискует получить дополнительное сопротивление со стороны американского, точнее, дополнительную поддержку со стороны американского макроэкономического фона, потому что на этой неделе мы ожидаем вполне обоснованную поддержку для доллара и, соответственно, логичные прессины для рисковых инструментов, к которым всегда относился и британец. Европейская валюта в среду также воспользовалась ситуацией и локальной слабостью доллара. Американский мегарегулятор сообщил о том, что оставит около нулевые процентные ставки в течение более длительного периода времени. В протоколе также было отмечено, что некоторые руководители ФРС полагают, что преждевременное повышение процентной ставки может оказать негативное воздействие на восстановление американской экономики. Поскольку надежды инвесторов на жесткий тон так и не были оправданы, это спровоцировало локальную коррекцию доллара и, разумеется, оказало поддержку рисковым инструментам. Собственно, эту поддержку использовал европейский актив, о чем я сказал. Однако долгосрочный тренд укрепления доллара вряд ли может что-то изменить и сломать. Поэтому если вы являетесь, скажем, долгосрочным трейдером, делающим позиционную ставку на текущий фундаментальный фон, определяющий поведение актива на ближайшие месяцы, то, думаю, вы со мной согласитесь относительно того, что пара доллара и японская иена и, прежде всего, американская валюта у нас по-прежнему имеют куда больше оснований для сохранения этого бычьего импульса. Что касается ФРС, то даже несмотря на протоколы, вполне возможно, что американский мегарегулятор готовит нас к повышению ставки в 2015 году и не хочет шокировать фактическим решением. Поэтому мы видим, скажем, вот эти разнополярные мнения, комментарии, суждения, выводы со стороны представителей монетарных властей, среди на штатах Америки. В один месяц они указывают, что основания для того, чтобы повышать процентные ставки есть. В другом месяце находят основания для того, чтобы не повышать процентные ставки. В третий месяц они снова взвешивают все за и против и снова поддерживают вот эту спекулятивную тему, создавая все-таки локальное ожидание того, что повышение ставки может произойти позднее, чем прогнозируют и ожидают рынок. Ну а мы, поскольку все-таки работаем с фактами, мы помимо комментариев со стороны Федеральной резервной системы ищем соответствующее подтверждение для подобных решений непосредственно в статистике, также дополнительно вооружаемся аргументами, которые указывают на то, что американский мегарегулятор в принципе действительно способен пойти на повышение процентной ставки тогда, когда мы с вами в принципе это прогнозируем, примерно в июне 2015 года. Почему бы и нет? Если посмотреть на состояние американского рынка труда, там все отлично. Если посмотреть на промышленный сектор и сектор услуг, тоже все замечательно. Если посмотреть на данные по ОВП, вы и без меня прекрасно знаете, что американская экономика остается по темпам экономического расширения чуть ли не самым динамичным регионам. Единственное, что немного страдает сейчас аргумент с точки зрения определения инфляции. Да, инфляция там незначительная, учитывая снижение цен на нефть и, соответственно, ожидание того, что ужесточение монетарной политики стоит применять тогда, когда есть риск инфляции, это, пожалуй, единственный аргумент, который позволяет сделать ставку на то, что сроки могут быть отсрочены на более длительный период времени. Тем не менее, говорить о том, что ситуация с инфляцией не изменится никаким образом, я бы сейчас не стал. И опять же, упускать явный позитив, который характерен для американской экономики, также не нужен. Поэтому, в целом, несмотря на локальную коррекцию той же самой пары доллар-японская и иена, не нужно менять своего позиционирования и не нужно менять соответствующих бычьих ожиданий по американской валюте. Что касается торговой сессии в четверга, то в четверг у нас были опубликованы заявки на пособие по безработице, очередной неплохой, точнее даже, если быть уж совсем прямолинейным, отличный отчет, поскольку мы увидели снижение числа заявок на пособие по безработице на 21 283 против прогноза 293. Показатели стабильно держатся ниже 300 тысяч, и это явный очевидный сигнал того, что американский рынок труда восстанавливается и создает хороший задел для расширения темпов экономического роста и экономики в целом. Стоит отметить то, что хорошие данные по пособиям по безработице, хороший макроэкономический фон и еще одно подтверждение силы экономики, это данные, которые вышли буквально за несколько дней до публикации ОВП. Напомню, что мы ждем этот отчет в эту пятницу. Поэтому, в принципе, у нас есть достаточно оснований полагать, что в этот раз и на конфиденциях Жанна Тьенна будет высказываться о макомистичном ключе в отношении американской экономики. И, соответственно, у нас есть основания полагать, что и доллар также будет пользоваться соответствующей поддержкой. Рисковые активы на фоне локальной поддержки, которую получил доллар, оказались, естественно, под небольшим прессом. Это, в принципе, также логичная реакция. Дополнительно стоит отметить еще канадский доллар, который, наверное, в конце прошлой недели оказался чуть ли не ключевым аутсайдером рынка. На фоне комментариев от члена Совета Управляющих Банка Канады, Агаты Коук, которая сообщила о том, что канадская экономика сейчас буквально в одном ширине от затяжных рисков по дефляции. На фоне снижения ценной нефти может оказаться так, что Банк Канады будет вынужден пойти на еще одно снижение процента ставки. Я, на самом деле, в качестве сценария возможного поведения пары USDCAD посоветовал бы вам рассмотреть возможности длинных сделать по этому активу, потому что на фоне тех ожиданий, которые есть, на фоне тех реалий, с которыми столкнулся Банк Канады, уровень 1.28, может быть, даже еще выше, в более растянутой перспективе, очень неплохая цель, на которую можно замахнуться. И что касается торговой сессии пятницы, здесь стоит отметить роничные продажи по Англии, которые упали до 5,4% против прогноза роста до 5,9%. В результате фунт, разумеется, оказался под давлением, потерял около 40-50 пунктов, вызвало торговую сессию на уровень 1.5386. И, как бы, заключительным аккордом в прошлой пятидневке выступил долгожданный прогресс в переговорах между тройками народных кредитов и Грецией. Напомню, что программа финансовой поддержки и помощи была согласована. Не так, как хотела Греция, ожидавшая, что поддержка и период текстового кредитования для банковской системы продлится на ближайшие 6 месяцев. Германия была, скажем, хладнокровна в ходе подобного совещания. И максимум, на что пошла, это на продление финансовой поддержки сроком на 4 месяца. Тем не менее, 4 месяца тоже достаточный срок. Это значит, что после того, как наступит 28 февраля, когда закончится действие прошлой программы, Греция не окажется, скажем, за пределами евросонной и не окажется без поддержки. И в целом, греческому правительству удалось выиграть 4 месяца достаточный период для того, чтобы пересмотреть, заново прогнозировать возможные базисы, которые стоит использовать в переговорах с тройкой международных корректоров и попытаться обходными маневрами, всеми за и против, все-таки убедить своих спонсоров в том, что они способны исполняться в долговые обязательства, даже несмотря на новый политический курс, который предупредляет отсутствие мер жесткой экономики. Как будет обстоять дело, на самом деле, покажет, конечно же, время, но сейчас мы руководствуемся локальным позитивом, правда, от этого позитива уже практически ничего не осталось. В пятницу мы дождались его, в пятницу мы увидели, как пара евро-долларов подскочила с уровня 1.13.73, по сути, до уровня 1.13, и вот, пожалуйста, это есть та самая позитивная динамика, которую мы ждали и которая стала реальностью для рынка фореса. Сегодняшняя торговая сессия – это уже снова смен ориентир, это снова определение другого, старого вектора для движения и более четкий и фундаментальный анализ общей картины, которая на фоне даже содержания текущего экономического календаря у нас будет продолжать указывать на слабые ожидания по евро-доллару и, соответственно, на сохранение традиционного движения. Теперь, собственно, предлагаю перейти к этой торговой пятидневке. Сегодня у нас, в принципе, важные отчеты уже позади. Давайте посмотрим на ту статистику, которую еще можно подготовиться, которую еще можно использовать. Завтра данные по ВВП Германии, уровень доверия потребителей США и самый важный отчет дня – это индекс потребительских цен. Если у вас есть возможности посмотреть на ожидания по этому показателю, посмотрите в экономических календарях. Если нет, я, в принципе, могу сказать, что несмотря на полномасштабные меры экономического стимулирования, несмотря на комплекс мер, которые направлены на попытку разогнать уровень эмоционального давления, к сожалению, снова по прогнозам мы видим очень слабый показатель, который указывает на актуальность депрессионных рисков. Ожидаем минус 0,6% против прошлого на целых 0,3%. Соответственно, делаем ставку на сохранение депрессионных рисков и на отсутствие позитивных изменений, несмотря на беспрецедентные меры экономического стимулирования. Это негативный фактор для евро. Поэтому, если прогноз будет подтвержден, я думаю, что даже в моменте евро-доро сможет обвалиться больше, чем на 50 пунктов. В среду очень спокойная торговая сессия. Скорее всего, будем кататься на счетах вторника. Из локальной статистики стоит отметить индекс газовой активности в производственном секторе. HSBS мультипликован ранним утром. Думаю, что если пропустим, ничего страшного показать. В четверг данные по безработице Германии, данные по ВВП Англии. Целевая программа ЛТРО очень важный сейчас объем аукциона, который будет проведен, потому что мы прекрасно видим то, что прежние экономические стимулы не работают, а значит нужны дополнительные инструменты для поддержки, в том числе и банковского сектора, прежде всего банковского сектора. Заказы на товар длительного пользования в США, традиционные отчеты, число первичных заявок на пособие безработицы и, наверное, самый важный для перспективы доллара и формате дня это индекс потребительских цен, потому что сейчас нам нужно дождаться подтверждения хотя бы постепенного роста индекса потребительских цен или, по крайней мере, появления устойчивых ожиданий того, что рефляция может вырастить. Тогда можем смело фокусироваться на ожидании, что ФРС пойдет на повышение процента старта, потому что другой сектор экономики, рынок труда, промышленности не указывает на то, что все отлично, можно продолжать довольствоваться очевидным позитивом и можно даже принимать меры по сознательному разночению монетарной политики. За кулисами, скажем, остались еще пресс-конференции, также стоит отметить обязательно эти события, поскольку на этой неделе у нас ждет конференция руководителя Европейского центрального банка Марио Драгио, он выступит сразу после публикации данных по инфляции, то есть его автору. Конечно же, все будет зависеть от его риторики, но думаю, что если мы увидим снижение инкса потребительских цен, вся его речь будет направлена на словесную вербальную поддержку европейской валюты и прежде всего европейской экономики. Не думаю, что это будет иметь какие-то основополагающие отдачи для евро, доллара и для просто европейского актива. Самое важное – это индекс потребительских цен, и если мы уж увидим снижение этого указателя, значит, даже при всех способностях Драги успокаивать рынок ему, глядя, это удастся, потому что все поймут, что евро-доллар у нас по-прежнему нацелен на уровень 1.1, потом 1.05, а дальше уровень паритета. Что касается другого мега-регулятора, более крутого, конечно же, это ФРС. В этот раз нас ждет выступление руководителя Активированной резервной системы, Джанет Хеллин, которая на самом деле также будет снова указывать на перспективы и текущее состояние американской экономики. И я думаю, что учитывая последние данные по индексу маркет, который оказался на 4-месячном максимуме, учитывая последние данные по состоянию рынка труда и в принципе хорошие бизнес-ожидания, стоит отметить, что у нее масса документов для того, чтобы высказаться в оптимистичном ключе и, соответственно, поддержать позиции американской валюты. Думаю, что на это и стоит проделать ставку. В пятницу индекс платительских цен Германии, конечно же, не такой интересный отчет, как аналогичная статистика по еврозоне в целом, из более существенных и стоящих макроэкономических данных стоит отметить годовые данные по ОВП. Вот это уже, да, скажем, десятая недели основной макроэкономический отчет, который в принципе позволит нам точно посмотреть на то, каким образом последние позитивные тенденции сказались на экономике в целом и смогла ли американская экономика использовать максимум, скажем, во благо себе снижение цен на них. Это укажут нам данные по ОВП. Но в целом хочу сказать то, что ожидания по рынку неплохие, и если посмотреть за позиции, точнее, за мнением со стороны рейтингового агентства Bloomberg, который, в принципе, также внимательно готовит все террористское сообщество к этому отчету, постоянно опрашивая аналитиков, хочу отметить, что число аналитиков, которые прогнозируют хорошие данные, куда выше, чем те, кто ожидает слабого отчета. Я отношусь к первой категории, и на фоне того, что я сказал, можно начинать делать ставку на рост американского доллара. В целом, это весьма красноречиво сейчас обозначено в наших ценовых рейтингов евро-доллар 1.12, а вот USD 0.77, доллар-японская иена, долгожданное тестирование сопротивления в районе 120. Вполне возможно, учитывая текущий содержание экономического календаря и запал, который может получить доллар со стороны статистики и комментариев от Джанет Йеллин, парас может добраться до этой отметки. И фунт-доллар, коррекция в район 1.53. Собственно, на этом все. Если есть вопросы, конечно же, задавайте. Поскольку вопросов нет, большое спасибо за внимание, хорошего торгового пятиднева и еще раз с праздником 23 февраля. Увидимся тогда уже в следующий понедельник. Ну и традиционно вы можете видеть мои каждодневные брифинги на нашем официальном канале Афорекс Пайлес. Всего доброго, до свидания.